В Казани прошли игры 1-8 финала первой лиги клуба веселых и находчивых, по итогам которой сформируется полный состав четверть финала 2018 года. Первая лига КВН появилась в 1993 году. Ее задача готовить участников КВН к высшей лиге. С тех пор она не раз меняла прописку. Казань, Воронеж, Санкт-Петербург и снова Казань. Вы понимаете, что мы в гостях? Да что это такое? В Хабаровске в гостях, в Казани в гостях. Мы когда-нибудь дома будем, нет? Мы уже даже владеем кубком постоянного присутствия первой лиги, потому что она была и в 1998-1999 году, и в 2001-2002, и вот опять два года подряд первая лига в Казани. С прошлого года первая лига КВН обновлена. У нее изменился редакторский состав. За подготовку команд отвечают редакторы высшей лиги Айдар Гараев, а также редактор премьер-лиги Алексей Ляпичев. Это знаковые события для всего КВНа. Это огромная роль первой лиги в становлении наших молодых команд. Они видят уровень, они видят, как надо играть, они стремятся, потому что после первой попадают в высшую лигу, и это уже как бы такой процесс неизбежный. Одна из четырех телевизионных лиг Месси КВН – первая лига продолжает игры 1-8 финала, на очереди третья восьмушка этого сезона, в которой сыграют пять команд. КВН, вот для меня КВН – это все. Как помимо учебы МВД, так как я являюсь сотрудником полиции, так еще вот у меня два таких мира – это полиция и КВН. Очень большие амбиции. Мы вот хотим быть командой из Крыма, которая дойдет до телевизионной лиги, которая вот чуть побольше статуса, там может быть премьерка, может быть выше. Друзья, как известно, после победы на алимпийских играх нашим хоккеистам подарили немецкие автомобили. Если следовать логике, то немецким хоккеистам за второе место подарили именно такие подарки. Ганс, класс из ДАСУ! Ганс, что это такое? Ганс, что это такое? Мне кажется, что это газонокосилка. По принятому в свое время положению чемпион первой лиги автоматически становится участником высшей лиги КВН. КВН для ее участников – это целая жизнь, то, от чего бьется сердце. Для многих он стал стартовой площадкой и началом успешной карьеры.